Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте! Всем добрый день! С огромной радостью вас приветствую. И, конечно, с не меньшей радостью сообщаю, что у нас сегодня потрясающий, необычный выпуск программы «Лучшее в стране». Это такая, можно сказать, практически версия концертного зала. У нас в гостях сегодня поэт, композитор, певица Ирина Богушевская. Здравствуйте, Саша, и добрый день всем, кто нас слушает и смотрит. Надо сказать, что мы очень давно хотели видеть Ирину у нас в гостях, но сложно было подобрать даты для эфиров. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у артистов все прекрасно в жизни, слава богу, насыщенный, кастрольный график, да. Все хорошо, поэтому это, конечно, может только нас радовать. И нам оставалось только что ждать, надеяться и верить. И кто умеет ждать, тот дожидается всегда этой самой встречи. И вот оно произошло, ура, ура, ура. Да. Ирина, спасибо большое. Представьте, пожалуйста, с кем вы сегодня у нас в гостях, чтобы... О, сегодня со мной моя боевая подруга. Как истинная леди, я не могу сказать, сколько лет, мы знакомы со Светланой Мачалиной. Светочка, здравствуйте. Здесь бурные аплодисменты. Мы познакомились в студенческом театре МГУ, где я начала свою сценическую карьеру, не отрываясь от обучения на философском факультете МГУ. А Светлана училась тоже на философском факультете? Нет, Светик закончила московский, как он называется, МГУКИ, Московский государственный университет культуры. Вот, и у нас в коллективе есть как минимум один культурный человек. Это большая наша удача. И все эти годы вы вместе работаете постоянно, да? Или периодически как-то эпизодически? Да, мы с каких-то незампамятных времен работаем вместе, действительно. Ну это невероятно, это большое счастье. У меня был короткий такой период, когда я собрала свою первую профессиональную группу, это был какой-то 99-й или 2000-й год, вот. Но потом мы со Светой соединились, и вот уже, слушайте, уже больше 17 лет не расстаемся. Ну вы большие молодцы, правда. Во-первых, никто не скажет, что вы уже 17 лет вместе, потому что вы обе очень красивые, молодые, красивые женщины. Сейчас приятно, сейчас приятно. Да мы начали в детском саду сотрудничать, ничего страшного. Вот так давайте и будем о ней рассказывать, да. Ирина, хочу сразу всем рассказать, потому что в процессе программы мы будем не раз напоминать им о предстоящих событиях музыкальных, очень важных, московских. Ну, например, начнем вот с первого, даже события 25-26 ноября, детская площадка «ЦДХ». 12.30 – это проект Ирины Багушевской. Что это, Ирина? Конечно, лучше, чтобы вы рассказали. Я обязательно об этом расскажу. Ну, это такая отдельная такая большая тема, потому что детский проект появился у меня, когда моему младшему сыну было порядка 7 лет. И мы переслушали всю музыку, которая у нас была, всю детскую музыку, потому что я очень люблю, например, такую музыку, как «Бременские музыканты». Это знаменитые джазовые музыканты сели и записали совершенно гениальную музыку, на которой выросло несколько поколений людей в нашей стране, за что им огромное-огромное спасибо. Но, к сожалению, как бы в 90-е и в начале 2000-х была какая-то огромная такая вот пауза в такой живой детской музыке. И нам её очень не хватало, поэтому мне приходилось ребёнку ставить «Утёса», «Вармстронга» и вообще какую-то другую музыку, ну, вот совсем не детскую. И мы слушали долго песни Андрея Усачёва, прекрасного российского поэта, драматурга, сказочника, писателя. Была пластинка у него «Планета кошек», на которой он свои песни исполнял под гитару. И я, слушая их, понимала, что я со своей группой, а мы обычно со Светланой работаем, камерные концерты, но на самом деле мы всегда работаем большим полным составом. У нас барабанная установка, бас-гитара, кларнет, гитара, флейта к нам добавляется. То есть мы звучим полным, хорошим концертным звуком. И когда я представляла, как мои музыканты это сыграли бы, у меня были разные такие жанры в голове, потому что я люблю очень большое количество разнообразной музыки. И мне кажется, дети должны получать с самых молодых ногтей представления о разных-разных жанрах. Да, как это здорово, конечно. И джаз, и кантри, и, допустим, рок-н-ролл и буги-вуги, и босса-нова. Море музыки огромное и бескрайнее. И в нём есть разные-разные течения. Ну и я потом расскажу, как это всё сложилось. А сейчас я смотрю на вашу заставку и вижу, что там написано «Осень». Я просто не могу сейчас не спеть песню «Шарманка осень». Конечно, с удовольствием. Давайте мы начнём с неё. Да. Осень, осень, детская шарманка, Нелепый и фальшивый звук. Он меня целует, зонтик и перчатки Неловко падают из рук. Вечер, свечек, хоризонтем и джаза, На завтра мы идём в кино. Кажется, на фоса и перед сеансом Фае пустынно и темно. Вдруг, отражаясь в зеркалах, Я вижу страх в своих глазах, А в его глазах небеса. И отражаясь в небесах, Ни словом не могу сказать, Ни пером потом описать. Что отражаясь в зеркалах, Я вижу дым в своих глазах, И огонь я вижу в других. И отражаясь в том огне, Я вижу, но как бы на дне, Всё тот же страх в своих глазах. Осень Осень Пёстрая игрушка Мелодий давних дивный круг Гуси, утки, прочие кукушки Привычно двинулись на юг Розы, калы, длинный звон бокалов Мы оба в облаке из снов, Но снова Осень Проститься нам сказала, Так всё подстроив вновь и вновь. Что отражаясь в зеркалах, Я вижу страх в своих глазах, А в его глазах небеса. И отражаясь в небесах, Ни словом не могу сказать, Ни пером потом описать. Что отражаясь в зеркалах, Я вижу дым в своих глазах, И огонь я вижу в других. И отражаясь в том огне, Я вижу, но как бы на дне, Всё тот же страх в своих глазах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И отражаясь в зеркалах, Я вижу дым в своих глазах, И огонь я вижу в других. И, отражаясь в том огне, я вижу, но как бы на дне, увы, ах, все тот же страх. Браво! Очень красиво! Спасибо. Именно это на эту песню Максим Галкин сделал камер, пародию и разместил в себе. Это прекрасная была совершенно история. Мы вернулись с гастролей. Ну и поскольку ранний был такой подъем, перелет, я потом прилегла дома спать на часочек, потом просыпаюсь. Света мне пишет в WhatsApp неплохую рекламную кампанию, тебе Галкин устроил. И кидает ссылку на это произведение, где он метет желтые листья, напевая осень, осень, детская шарманка. Боже, это так трогательно, это так мило. И я чуть, не знаю, что меня удержало, я побежала, нашла наши с Максимом фотографии, потому что у нас были с ним совместные страницы деловой, творческой биографии. И у нас есть прекраснейшие фотографии, которым можно было бы придумать кучу остроумных подписей про то, что Максим всегда любил девушек постарше или что-нибудь еще в этом духе. Но да, это замечательно, я ему очень благодарна за то, что он вообще вспомнил эту песню. И это тоже такой привет из... Это вот очень по-доброму было, это очень здорово. Это было замечательно, по-дружески, потому что мы, в общем, тоже сто лет знакомы со времен как раз театра МГУ, где Максим тоже начинал. Вот такой... Как Миртесин. Ирина, мы сейчас прервемся совсем ненадолго и очень скоро продолжим общаться. У нас сегодня в гостях Ирина Бугушевская. Лучшее в стране на телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, наша программа продолжается. У нас сегодня в гостях Ирина Бугушевская. Мы сейчас спешим рассказать о концерте. Это два дня будет, да, Ирина? 25-е и 26-е детская площадка ЦДХ. Мы рискнули поставить два подряд детских концерта. Мы уже делали такие штуки. Потому что кому-то удобнее в субботу, кому-то удобнее в воскресенье. И путем проб и ошибок мы долго выбирали это время, потому что нам хочется, чтобы родители успели выспаться. Поэтому мы начинаем не в 10, не в 11, а в 12-30. Но это два отделения по 45 минут. Там есть маленький антракт, поэтому дети успеют еще и пообедать. И, может быть, даже кто-то успеет потом поспать. И я возвращаюсь к рассказу про этот проект. Как он возник? Он возник совершенно удивительным образом, когда мы с моим сыном Даней пошли на концерт к нашему любимому автору Андрею Усачеву, где он под гитару исполнял свои песни. Во-первых, Даниил совершенно от того, что он так близко находится к своему кумиру, он совершенно сошел с ума. Он вылез к нему на сцену подпевать какую-то песню про гномика. Я там краснела, бледнела, не знала, как его сдернуть обратно. Но он не сдался, пока он не допел песню про гномика вместе с Андреем Усачевым. Значит, он не ушел со сцены. А потом, когда мы подошли к гримерку подписывать книжки, Даня ему сказала, Андрей Усачев, приходите к нам домой чай пить. И Андрей вдруг сказал, да, я приду. Наверное, он решил, что я ребенка подговорила. Нет, это все была импровизация. И вот таким чудесным образом мы оказались за одним столом у нас дома, разговаривали, решили сделать совместную программу. И потом я пришла к своим музыкантам, говорю, слушайте, есть потрясающие детские песни, давайте их аранжируем и будем исполнять. И, конечно, мои музыканты, они все, понимаете, все там с высшим музыкальным образованием присловят детские песни. У них сделались глаза по семь копеек. Все-таки, да? Ну что это вообще, зачем? Как это? Вот это мы будем делать? Такой был вопрос. Что с ней происходит, говорили они между собой. Да, наша-то совсем сглазно съехала. И вдруг выяснилось, что это замечательнейшая песня, которую можно аранжировать хитрым, сложным образом, но так, что детям тоже это будет понятно и близко. И мы сделали этот проект, и у нас уже две пластинки, на которых записано порядка 40 песен. А сейчас я сама начала писать детские песни. И музыка, и слова, как это называется? И музыка, и слова. Ну вот просто потому, что, наверное, когда ты варишься в этом, оно же тебя пропитывает, и вот просится потом наружу. Ирина, что касается детских песен, они сейчас тоже продиктовываются голосами, так же, как и взрослые пишутся? Ну, просто вы часто рассказываете, что вы слышите голоса, да, которые вам диктуют эти песни. Да, и я даже не боюсь, что мои близкие вызовут санитаров. Доктор, я слышу голоса. На самом деле, действительно, вот многие мои песни, которые вот любимы публикой, они появились очень легко. Минут за 10-15, максимум полчаса. То есть ты как будто получаешь прямо в голову электронную почту. И там есть нотная строчка, там и примерно есть контуры текста. То есть обычно начинается с припева, ты понимаешь какие-то строчки. Вот они реально возникают в голове, ты начинаешь их петь. С детскими тоже есть какие-то, которые вот так пришли. Есть песня, которую я хочу сейчас спеть, которую я написала, когда моя кошка родила котёнка. О, Боже мой! Какое чудесное событие! Я смотрела на него, это совершенно было невозможно умилительное создание. У меня британская кошка, очень породистая, и она родила длинношёрстного британского котёнка, у которого вот так вот торчал пух отовсюду. И он ужасно похож. Она, ну да, получается, что у неё было два, один не выжил. И, в общем, это было наше дитятко такое. Мы просто все семьёй его выкармливали, выхаживали. Вот. И он получился очень такой упрямый. А он с вами остался? Или вы его отбили? Нет, он живёт у моей подруги, счастлива нашего прекрасного завкостюмерным цехом из мастерской Петра Фоменко. Вот. У него есть своя прекрасная, любящая тоже семья. Вот. Но пока он рос, это было какое-то бесконечное счастье. Наблюдать за его попытками присвоить себе мир, который ему принадлежит, он был убеждён, что он король, и что он вообще всё умеет, всё может. И он ничего не мог, и отовсюду брякался. И это было так смешно, что получилась вот такая вот песня. Называется она «Песня котёнка Пухача». Там у нас много инструментов, мне сейчас будет точно не хватать флейта и кларнету, но мы изобразим. Я охотник великий, молодой, я упал, махаю в воздухе ногой, но перепрыгну я легко, барьер любой. Прык, 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 прык. Ой, но не сразу, но не сразу, ведь процесс этот очень непростой. Ты напрасно мне, мамочка, твердишь, что поймать очень трудно эту мышь, я схвачу её сейчас, как тигр лихой. Цоп, 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 цоп. Ой, но не сразу, но не сразу, ведь процесс этот очень непростой. Заберусь я на фигку, сможет быть, заберусь, чтобы когти подточить. Там наклон крутой, но я и сам крутой. Раз, 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 раз. Мамочки, а как я слезу? Ну не сразу, ну не сразу, ведь процесс этот очень непростой. Я тут слышал, что люди говорят, что никого нет, потешнее котят. Котята могут всё, если только захотят. Всё, 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 котята могут всё, но не сразу, но не сразу. Пусть сначала их немножко подрастят. Но не сразу, нет, не сразу. Пусть сначала их немножко подрастят. Мяу-мяу-мяу Мяу-мяу-мяу-мяу Вот вы же видите, конечно, смотрите на их глаза Они подпевают, хлопают в ладоши Как они себя ведут? Во-первых, мы погружаем их в атмосферу игры Кстати, там сидячие места будут? Сдыха, конечно, да Это сидячие места, но на своем месте можно вставать и танцевать Это приветствуется Больше того, мы вовлекаем их в разные игры Мы просим их нам подсказывать какие-то вещи Они отгадывают какие-то вещи, как называется самая длинная пища на свете, или как кричит крокодил. Они помогают нам исполнять эту музыку. Мы по ходу дела их немножечко образовываем. Мы рассказываем, как звучат разные инструменты. Чтобы они воспринимали потом на слух, знали, что это флейта, а это клармета, а это гитара. То есть это такая еще очень познавательная история хорошая. С образовательным компонентом программы. У нас есть прекрасная песня. И Андрей мастер писать такие поучительные, коротенькие истории, но никогда не занудные. О том, как, например, одна девочка все время жевала жвачку, и что с ней случилось после этого. Ну, она надула большой пузырь, ее унесло в небо. Это такой спойлер. И когда дети слушают это, они потом, наверное, может быть, не будут все время жевать жвачку. Жевала и выплюнула. Так что мы надеемся, что за эти два часа дети не только получают такую разнообразную и очень-очень качественную музыкальную пищу, но они еще получают какие-то знания. Так что, да, я очень люблю эту программу, и мне кажется, мои музыканты тоже. Да, потрясающе, да, Ирина. Мы прервемся ненадолго совсем, мы очень скоро продолжим наше общение. У нас сегодня в гостях Ирина Бугушевская. Никуда не девайтесь. Друзья, продолжается программа «Лучшее в стране». Ирина Бугушевская у нас сегодня в гостях. Мы уже с вами знаем, что 25 и 26 ноября у всех взрослых и маленьких прежде всего есть возможность посетить чудесный концерт с детскими песнями. Но будет радость и для исключительно взрослых людей, я знаю. 14 ноября, Ирина, расскажите, пожалуйста, про этот концерт. Чем он особенен? Вообще у нас все концерты особенные, потому что я стараюсь составлять программы так, чтобы они никогда не повторялись. И поскольку мы постоянно работаем над какими-то новыми вещами, действительно программы просто естественным образом изменяются. 14 ноября в клубе Алексея Козлова мы будем играть очень интересную программу, которую я для себя бы назвала «Было-стало». Мы начнем с театрального джаза, вот с этой самой шарманки «Осень», с вещей, которые такие мини-спектакли, мини-истории на 3-4 минуты с какими-то характерами, с какой-то драмой. А потом постепенно перейдем к нашим новым работам, потому что они другие. Они другие, они светлые, это красивые широкие баллады, и это очень динамичные песни. То есть действительно театральный джаз – это то, с чего мы со Светланой когда-то начинали, и мы в этом жанре себя чувствуем хорошо и уверенно. Но всегда интересно делать шаг на какие-то новые территории, так что новые песни там тоже обязательно будут. И там будет как минимум одна заявка от девушки, которая сказала, что придет отмечать туда день рождения. Вот так вот, друзья, мотайте на усик, что называется. Она написала мне на официальной странице в Фейсбуке, сказала, я к вам приду, а можно, можно я у вас попрошу любимую песню? Я говорю, просите сейчас, мы тогда ее отрепетируем. И вот она попросила, и я включу ее в программу, и мы отметим день рождения этой девушки. Мне кажется, это лучший подарок вообще, о котором только можно мечтать, когда твоя любимая артистка вот в близости непосредственно исполняет в честь твоего дня рождения твою любимую песню. А вы знаете, какая это большая радость для артиста, когда у тебя в зале такие вот горящие глаза, когда вот человек, у которого сегодня праздник. У нас, я хочу сказать, что нам очень везет почему-то на какую-то, вот на свадебную тему. У нас делались предложения руки и сердца. На ваших концертах. На наших концертах, по-моему. В Воронеже это должно было состояться, но состоялось, как ни странно, в Самаре. И Воронежский засомневался, значит, молодой человек, а Самарский прям вывел свою девушку, встал перед ней на одно колено и достал коробочку с кольцом. И мы все стоим, реально у меня прямо вот вообще. И она сказала, да, и мы все такие, а-а-а-а. И стали играть песню, которую они попросили. И, ну да, вот это какие-то такие моменты, ты смотришь на это, и это запоминается вообще, ну, всегда. Вот у меня сейчас грим потечет. Да, это правда. Растрогала даже вас сама эта история. У нас есть видео, Ирина, я очень хотела, чтобы мы посмотрели его. Это запись вашего концерта. А где и что это было? Лучше вы расскажете. Это был наш первый большой, такой вот большой концерт в Амхате. Презентация диска «Нежные вещи». Это одна из, ну, важных таких для меня песен. Она называется «У нас в раю». Она про то, что пока мы живы, здоровы, и наши близкие с нами, на самом деле, мы живем в раю. Хотя, может быть, не всегда это осознаем. Вот давайте ее посмотрим, послушать. И слушать, да, внимание на экран, друзья, Арина Бабышевская. Ждать не надо лето, чтобы узнать, что счастье есть. Ждать не буду лето, чтобы сказать, что счастье здесь. Я узнала тайну для надежды, для мечты. Мне никто не нужен, даже ты, даже ты. Апрель у нас в раю с золотыми лучами. В сентябрь у нас в раю с серебристым дождем. Здесь счастье нам дано и в любви, и в печали. Оно со мной в тот миг, что я плачу о нем. Будь благословенным, детский смех у нас в раю. Вешнее цветение и первый снег у нас в раю. Верность и измена, боль и страсть, и тьма, и свет. Все здесь есть, вот только, говорят, что смерти нет. Июль у нас в раю сыплет звезды ночами. Ноябрь у нас в раю плачет ночью и днем. Здесь счастье нам дано, то в любви, то в печали. Оно со мной в тот миг, что я плачу о нем. Молча смотрит без дна на летящие огни. Ох, Отец Небесный, ты спаси, ты сохрани. Я скажу, я скажу, оставь меня в раю, у нас в раю. Ведь там опять весна расплескала с лучьями. Ведь там опять зима с этим белым огнем. Оставь меня в раю, среди бви, среди печали. Я все тебе спою, что узнаю о нем. Оставь меня в раю, среди любви, среди печали. Я все тебе спою, что узнаю о нем. Друзья, это программа «Лучшая в стране» телерадиоканал «Страна-ФМ». У нас сегодня в гостях Ирина Багушевская. И да, мы смотрим концертную запись выступления. И, конечно, спасибо времени нас сегодня благодаря Светлане исполняет здесь и вживую тоже. Обязательно будьте поблизости, вы услышите исполнение живое прямо здесь в студии. Ирина, я очень хочу поговорить с вами немножко совсем про ваших сыновей. Старший Артемий, он чем сейчас он занят? Он работает администратором у своего папы в школе трех искусств Алексея Кортнева. Я хочу сказать, что лучшего администратора, наверное, найти было бы очень трудно, потому что... Он точная копия практически, папа. У него такой же совершенно голос. И он очень хорош в коммуникации с людьми. Он прям гений реально. Он, правда, приходит домой, падает вот так вот, значит, падает, потому что работа нервная. И он всю душу туда вкладывает. Да, и он отдаётся, прям вот, прям отдаётся. А Даня учится в девятом классе. Вот. У Дани сейчас переходный возраст. Он какой-то уникальный у вас человек. Я не понимаю, есть, конечно, видео вот в интернете, там, благодаря журналистам различным, которые к вам в дом приходят. Он очень много читает. Так же, как и вы это делали, да? Да он мало читает. А что, когда у него хорошая память, он постоянно цитирует, он постоянно читает стихи. Ну, он пару раз во время съёмок меня, конечно, совершенно поразил, когда вдруг начал, во-первых, читать стихи наизусть. Я не знала, что он их учит наизусть. Честно, это не то, чтобы я стою над ним... Над ним с плёткой и говорю, так, у нас завтра интервью, быстро пошёл, выучил стихотворение. Нет, это как бы для меня такой был сюрприз, но приятный сюрприз, да. Всё-таки что-то такое, может быть, туда заложено, в эту голову, что когда вот минует вот этот страшный подростковый возраст, оно, может быть, там взрастёт и даст какие-то прекрасные всходы. Не знаю пока, кем он будет, что он будет делать. Как ему было 13 лет, вот эти вот видеозаписи есть, он рассуждал уже очень по-взрослому, абсолютно реально. Да, он любит порассуждать. Очень серьёзно. И как раз сегодня ему 15 лет, да? Да, да, да. И он всегда очень любил... Знаете, Саша, когда пора ложиться спать, и я прихожу и говорю, так, быстро, значит, закрой глаза и гашу свет. Подожди, я вот хотел у тебя вот что спросить. И начинается разговор на какую-то такую тему, и я ведусь, потому что я не могу не поговорить со своим ребёнком об этом. И вот эти вот разговоры, когда потом мы спохватываемся, прошло полтора часа, мы обсудили эту тему вдоль и поперёк, и я говорю, да, ну всё-таки пора, давай, давай спать. Мне кажется, что вот эти разговоры, это лучше, что можно дать своему ребёнку, честно говоря. Потому что ты что-то туда, вот пока клюв открыт, ты туда быстро раз-раз-раз-раз каких-то напихал семечек, и они там, семечек разумного, доброго и вечного, и может они потом прорастут. Вы как-то так сказали, что подростковый возраст, с таким небольшим ощущением, что вы уже как-то сталкиваетесь с какими-то проблемами? Или нет, Даня, очень спокойно. Нет, ну это нормально, когда ты сталкиваешься с проблемами. Я помню, значит, старший брат у нас в этом возрасте ходил, это был единственный раз в моей жизни, когда у меня реально вот упала челюсть до плинтуса, и я просто не нашлась, что ответить. Я пришла домой, и он меня встречает, а у него голова вот такого цвета, как вот горит вот лампочка у нас на столе. Я пошла потом в парикмахерскую, где его покрасили, и они там все такие увидели меня и чуть не расползлись по всяким, значит, там под столы там спрятались, и вышла женщина, которая его красила, и сказала, я, я, я предупредила, что мама будет ругаться. Короче говоря, это были обесцвеченные волосы, выкрашенные в цвет 0,33. В природе нет такого цвета. Это цвет пионерского костра в ночи. Вот такой ярко-оранжий, светящийся, люминесцентный, флуоресцентный оранжевый цвет. И это был вот его такой вот подростковый как бы бунт, протест, и все на свете, но через три дня он так горько об этом пожалел, потому что ни один человек не пропускал его, значит, без какой-то реплики, типа, ну ты красавец, или вот урод. И, значит, он собрал на себя столько внимания, что оно ему стало быстро очень не нужно, а волосы-то, значит, продолжали пламенеть. И, Дасе, я тут недавно говорю, ну а ты когда покрасишься? В какой цвет? Я говорю, ну, я не знаю, сейчас все фиолетовый, зеленый, синий, зачем? Я говорю, ну как, ну бунт, протест, может быть, ты проколешь ноздрю? Говорит, сморкаться неудобно. И, в общем, как-то у них поколение какое-то другое, да. Он занимается также в литературном кружке где-то? Я его, да, он занимался в литературной студии. Да, но его надо пинать, потому что он, конечно, как любой подросток современный, предпочитает гаджет. Я ему сказала недавно, знаешь, я сделаю тебе операцию и вырежу айфон у тебя просто, потому что это невозможно. Мне кажется, такое время, что это уже бесполезно, да, ничего не поделаешь. Ну да, надо как-то учиться с этим, надо как-то учиться с этим обращаться. Ирина, давайте споем что-нибудь, потому что время бежит и хочется успеть. Да, время очень-очень бежит. Что это будет? Я хочу прям вот буквально премьеру песни. Мы сделали ее сейчас вот в сентябре к открытию нового сезона. Песня, которую я писала, потому что меня попросили написать тему для сценария про хиппи. И вот идея, честно говоря, пацифизма, это моя любимая идея в идеологии хиппи, что люди должны жить дружно. И мне было очень легко писать эту песню, потому что есть прекрасный Джоан Байас, есть прекрасный Джон Леннон с песней Imagine. И поскольку я эту идеологию разделяю, вот получилось такой вот гимн миру во всем мире, называется «В моей вселенной». В моей вселенной Все знакомы со всеми, В моей вселенной Золото, время В моей вселенной Никто ни с кем не воюет В моей вселенной Радуга неба молюет Приходи в мою вселенную Приводи, кого любишь В этот круг, где каждый друг Где счастливы люди Приходи в мою вселенную Пой со мной Занимайся любовью или музыкой Но только не войной В моей вселенной Богом может стать каждый В нее попасть очень просто Поверить однажды Что все живые священны Что все мы братья и сестры И в каждом бьется свечение Боже, это так просто Приходи в мою вселенную Приводи, кого любишь В этот круг, где каждый друг Где счастливы люди Приходи в мою вселенную Пой со мной Занимайся любовью или музыкой Но только не войной В моей вселенной Ни границ, ни религий Как пео Джон Леннан Как предсказано в книгах В моей вселенной Друг друга все понимают Не говори мне Что так не бывает Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай Ла-ла-ла-лай 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 Ла-ла-ла-ла-ла Приходи в мою вселенную Пой со мной Занимайся любовью или музыкой Но только не войной Только не войной Только не войной Браво! Спасибо огромное! Премьера, друзья! Абсолютно новая песня Ирины Бабушевской И нам есть куда сходить Есть где заняться музыкой Как и говорит Ирина в своей песне Я хочу сейчас, чтобы мы с вами рассказали Про 22 декабря Про концерт в Доме музыки Это же тоже совершенно отдельная Очень красивая программа Саша, это концерт в Доме кино На Васильевской улице 13 В Доме кино И это предновогодний концерт 22 декабря Вы себе представьте Елочки, огонечки, мандарины Вот это все Я бешено люблю Новый год Я ужасно люблю предвкушение чуда Оно меня Вот каждый год оно берет и возникает И мы играем эти концерты регулярно Предновогодние Я хочу сказать, что всегда происходит На этом концерте такой момент Когда какой-то такой звон раздается В воздухе И вот все У тебя ощущение праздника И мы делаем для этого все И мы знаем как Во-первых, мы собираем в программу Разные-разные новогодние песни У меня есть у самой новогодней песни Есть прекрасные песни И у Андрея Усачева И у Сергея Манукяна Есть прекраснейшая песня Ночная прогулка Кроме того Поскольку это Дом кино И у нас там весной, например Была совершенно неожиданная тема Потому что так получилось 6 марта у нас был концерт Доме кино В этом году А накануне я сломала руку И да И судьба концерта висела на волоске И вдруг один мой знакомый Друг узнал, значит, что так будет Говорит, слушай, ну теперь ты с полным правом Сможешь петь песню про зайцев Из кинофильма «Бриллиантовая рука» Саша, что вы думаете? Я таки вышла на сцену Первое отделение было в красивой накидке Рукавой трак Прикрыли, то есть удалось все это скрыть Вот В антрак теперь втором отделении Мы взяли, нашили на мой гипс Всяких разных бронзулеток Вот Я вышла с бриллиантовой рукой И сыграла песню про зайцев И это было такое Вот в темно-синем лесу Где трепещут осины И зал просто ревел от восторга И это действительно был такой прекрасный момент И дом кино — это то место, где надо петь песни из кино Конечно И мы обязательно это сделаем Я не могу раскрывать сюрпризы, потому что какой смысл Но мы будем специально репетировать несколько вещей Вот И я собрала туда много нежных баллад Я собрала туда много динамичных вещей Таких, ну, праздничных Таких, чтобы душа вот развернулась Про мою вселенную будем петь обязательно Потому что мне очень нравится идея Того, что музыканты всего мира Это меня мой педагог учила в детстве Она говорила такую чудесную фразу Музыканты всего мира договорились Что вот этот значок называется скрипичный ключ Как интересно Или музыканты всего мира договорились Что вот эта нота до Она живёт вот здесь Вот на этой палочке Под этой линейкой И у меня вот с детства есть ощущение Что можно же договориться всем о чём-то Да Вот И я очень люблю эту песню И мы делаем такой заход в музыку разных народов Мы играем как бы немножко на фламенко У нас есть как бы песня Под которой можно танец живота танцевать У нас есть цыганская мелодия У нас есть собственный номер моего кларнетиста Под который зал всегда визжит и пляшет И все забывают уже на каких местах они сидят То есть я хочу сделать такой, знаете, такой концерт Чтобы он вот вырвался, как пробка из шампанского И чтобы все ушли счастливые Вот что будет в Доме кино 22 декабря И уже даже если тот, кто и не очень любит Новый год Что он точно обязательно его полюбит Здесь нет никаких сомнений, да, этот праздник, мне кажется? Ну да, никуда он не денет И он придется полюбить 22 декабря, Дом кино Друзья, позаботьтесь заранее Большой сольный концерт Да, вот, Ирина Багушевская Мы прервемся совсем ненадолго И пообщаемся еще с нашей гостью У нас остается время Продолжается наша программа Сегодня в гостях Ирина Багушевская И конечно очень хочется еще много вопросов задать Но будем уже действовать по ситуации, что называется Ирина, как поживает «Жгучая брюнетка»? «Жгучая брюнетка» поживает хорошо Как раз сегодня К нам Надо пояснить Надо, если кто не знает Потому что я хотела сейчас сказать К нам сегодня приезжает съемочная группа И ее будут стричь Ей будут стричь к гриву Потому что она ходила в каких-то репьях И сделала себе такой ирокез Что теперь с этим невозможно бороться Нужно просто Это лошадь Ирина Багушевская Это моя орловская кобыла Которую пять лет назад У нас с ней скоро день рождения Во-первых, у нас с ней день рождения в один день 2 ноября Это чрезвычайно романтическая история Когда я приехала пять лет назад Отмечать свой день рождения К своему будущему тогда Мужу на конюшню И у него в ночь с 1 на 2 ноября Ожеребилась любимая кобыла Жемчужина С таким красивым названием С фантастическим совершенно жеребенком Она, Брунечка Она, значит, почему ее зовут Жгучая Брюнетка Потому что нужно было назвать Так, чтобы имя мамы было Значит, буква Ж Первая буква маминого имени А папа у нее Барклай И нужно было Ж и Б И тут я, значит, впала в раздумье Потому что кроме Жабы Жожоба Жалоба Выбор был небольшой, да Можно было еще Жильбертой назвать Я потом Нет, надо наоборот ЖБ Железбетона Вот Я назвала ее Жгучей Брюнеткой Потому что она действительно Она вороная Как Просто как вороново крыло У нее беленькая такая Проточина на морде И это вообще такой Невероятный цветочек Лошадь Лошадь, которая абсолютно доверяет Лошадь, которая тебя очень любит И она очень хочет заниматься Мы летом с ней занимались У нас были уроки каждое утро И Саша рассказывает Муж мой, когда он приезжает на конюшню Я давно ее не видела Уже почти всю осень Потому что невозможно Просто с нашим графиком Это все совместить Потому что конюшня в Тульской области Так она все равно В 10 утра Приходит И стоит И ждет Что ее заберут сейчас в бочку И она будет учиться дальше Делать всякие прекрасные вещи Можем Очень желательно Красавица Надо навещать тебя, конечно Сейчас будут маленькие выходные И я поеду Ирина, что за история с листьями? Борьба с увозом листьев Слушайте, это на самом деле Долгая совершенно история Отдельную программу будем делать Да Слушайте, просто очень хочется Чтобы Есть ситуация, когда есть газон Такой ухоженный С него надо забирать листики А есть деревички Которые стоят И роняют листву себе под ножки Чтобы укрыться на зиму И вот у них не надо забирать Вот этот пуховый платок Надо оставлять под ними листики И тогда все будет хорошо Они будут здоровенькие И будут защищать нас От выхлопных газов Вот и все Это все Галкин меня заразил Вот этой песней Значит Подметая листья Вот Это все вирус Оттуда Я все знаю Ирина, давайте какой-нибудь вирус Сейчас хороший музыкальный Запустим Такой вот У нас осталось немножко времени И мы со Светой сейчас поем тоже новую песню Которую я написала год назад И это мое признание в любви Дело, которым я занимаюсь всю жизнь Называется эта песня Небом данная Сейчас на гастролях в Екатеринбурге К нам после концерта подошла руководительница хора Местного хорового коллектива Попросила у нас текст Попросила у нас запись Так что в следующий раз мы к вам в студию Придем сюда с хором И значит зайдут 150 человек И споем вам эту песню А сейчас пока послушайте Вот в таком вот как бы камерном исполнении Ты сокровище небом данное Ты приходишь всегда нежданная И я как раба твоя В плену этих встреч Мгновение каждое Пытаюсь сберечь Ты сокровище небом данное Ты таинственная звезда моя Всю жизнь за тобой иду Сквозь день и ночь я зноб и жар Каждаю клеточкой верно тебе служа Музыка, ты столько раз меня спасла Чтоб целый мир мне подарить Мою судьбу, мою любовь И каждый раз взмывая на твоих крылах Могу я лишь благодарить И стану делать это вновь и вновь Пока ты со мной Музыка, музыка, музыка Ты оружие и молитва моя Ты так долго меня испытывала Нервами, жилами, отчаяньем дань брала В небе кружила Потом сжигала почти дотла Но ты, святыня, я паломник твой Ты океан, где тону я и ты соломинка Ты все знаешь про страшный суд И про то, как поют в раю Как держат пропащих Стоящих на краю Музыка, ты столько раз меня спасла Чтоб целый мир мне подарить Мою судьбу, мою любовь И каждый раз взмывая на твоих крылах Могу я лишь благодарить И стану делать это вновь и вновь Пока ты со мной Музыка, музыка Потрясающая красота Там есть еще третий куплет, но мы не успеваем его спеть Мы обязательно споем его в клубе Алексея Козлова 14 ноября Приходите все дни премена 25 и 26 ноября детская площадка ЦДХ 22 декабря Томкино В общем, слава Богу Еще Воронеж, еще Жуковский Пожалуйста, мы будем встречаться с вами часто И приходите Ирочка, спасибо вам огромное Спасибо вам, что позвали Ирина Богушевская, друзья Светлана, браво вам Спасибо большое И будем ждать новых-новых встреч здесь В студии телерадиоканала Страна ФМ У вас хорошо Спасибо